Ненецкая нефтяная компания передала блочные локальные очистные сооружения по улице Бандарная управлению городского хозяйства Нарьинмара. Подрядчик провел пусконаладочные работы на объекте, завершив тем самым обязательства по контракту. Муниципальный контракт на строительство блочных локальных очистных сооружений на Бандарке был заключен СННК в июле 2014 года. В процессе строительства подрядчик допустил отклонение от проектно-сметной документации. Впоследствии в нее были внесены изменения. С 2017 года, собственно говоря, как мы начали работать, мы этот контракт разморозили, планомерно подошли к стадии его решения и нашли взаимоприемлемое решение для нас, для подрядчика Ненецкой нефтяной компании. И 19 числа мы получили разрешение на воду и эксплуатацию. Как нам рассказал представитель компании-подрядчика Сергей Махин, блочные локальные очистные сооружения соответствуют всем требованиям по очистке воды. Предварительно идет механическая очистка, а после уже биологическая. После биологической очистки через аэротанки поступает сток на фильтр очистки. И после этого на ультрафиолет, после ультрафиолета без заражения, идет уже сброс в реку. Здесь две технологические линии по 250 кубов в сутки. То есть 500 кубов в сутки – это проектная мощность объекта. Сейчас на Чесны идет автоматическая подача стоков и запущен процесс очистки. Пока стоки поступают не по коллектору, а привозятся осенизаторскими машинами с городского коллектора. И затем сгружаются в канализационную насосную станцию, которая находится рядом с мясокомбинатом. Идет разделение объектов – наши Чесны и отдельно объект – коллектор. Тот, который идет с КНС в район нового поселка, напротив мясокомбината, который стоит. То есть тот объект сдадут, соответственно, пойдет уже сток по коллектору к нам сюда, как предполагалось по проекту. То есть завозы его извне машинами уже не будут осуществляться. В настоящее время Управление городского хозяйства оформляет документы для передачи объекта по КТС, которое будет эксплуатировать блочные локальные очистные сооружения. Как отметил главан Редмара Олег Белак, завершение строительства очистных сооружений на Бондарке – важное событие для коммунальной сферы города и первый шаг к дальнейшему благоустройству микрорайонов лесозавод и новый поселок. Уже со следующего года будем решать вопрос по подключению объектов к коммунальной инфраструктуре и решение вопроса по благоустройству тех домов, которые не подлежат расселению и которые в дальнейшем будут эксплуатироваться. По словам мэра города, чтобы коммунальная сфера работала без боев, необходимо ее модернизировать и поддерживать в должном состоянии. Следующим шагом будет завершение реконструкции второй очереди центральных канализационных очистных сооружений. Этот вопрос власти города планируют решать в 2020 году. Ирина Никешина, Вадим Стасек, Телеканал Север.